добрый день дорогие друзья явно вас всех приветствую на своем канале вы вы обхохотались бы если бы были вместе со мной вот когда я устраивала здесь эти софиты больше часа больше часа и изначально я хотела на ну в комнате сделать чтобы удобно расположиться в кресле потому что у меня вот это кресло она немножко скрипит его нужно смазать ну я не умею взять приедет он приедет только в мае они приедут и получается вот до тех пор я только рассчитывая на то что все пройдет нормально ну знаете вот что имею то имею у меня сегодня был хозяйственный день я сегодня с утра стала более менее себя нормально чувствую и такая думаю надо сделать уборку потому что я же делала ее только перед 8 марта а потом же то я плохо себя чувствовала то я не хотела то я мастер-класс снимала то еще что то и все как говорят плохому танцору все мешает так вот этой мне а вот и сегодня ничего не снимала потому что думаю если я еще буду отвлекаться на съемку то у меня этот запал пройдет и все ну все сделала что запланировала показывать нечего и и подумав я решила думаю приведу себя немножко порядок проверю опять очередной раз тушь как как мои глаза будут реагировать давненько я уже не красилась вот ну и по минимуму сделала макияж и в общем решила думаю а не подумать ли мне о том что я буду вязать летом ну к летнему сезону да в общем я еще сделала небольшие переборки как всегда я люблю это делать и потому что знаете когда вам показываешь что-то да и достал потом вовремя не положил на место и она купится купится потом начинаешь раскладывать но по крайней мере это у меня так я не знаю как у кого у меня вот так происходит и в общем начала раскладывать естественно я же знаю где у меня что лежит мне захотелось посмотреть как там дышат мои летние ну я не могу сказать что это не довязывает долговязы а возможно просто идеи потому что ну я очень много экспериментирую и если что-то где-то не получается естественно я распускаю очень мало распускаю но все-таки распускай никуда от этого не уйдешь но вначале значит я хотела всем тем кто вяжет со мной скатерть показать на каком этапе продвинулась я да вот так выглядит салфеточка моя да вот смотрите какая она у меня красивенная я с утра ее отпарила потому что мне нужно было посмотреть какие там как уголки из себя чувствуют вот представляете преломление света какой совсем другой другой стал расцветка совсем другая стала что-то все потемнело ну что это такое просто я не знаю что мне делать и получается что значит смотрите у нас вот здесь идет от центра один листик да вот в этом месте но он идет как бы цветочек да вот он цветочек идет по центру потом сбоку цветочка идет вот два листочка здесь у нас опять идет один листочек и вот теперь у нас идет два далее вот как я понимаю опять у нас к центр этот как бы должен идти так и будет идти то есть в любом случае здесь уже у нас получается в этой стороне как бы три листочка а вот эти вот они как шли так и идут дальше я так думаю если расширять будет 5 листочков вот здесь в этом в этой стороне а может как-то там два потом четыре в общем нужно дальше вязать и смотреть о ну вы видите что творит моя камера в общем я не знаю как не снимать вот может с телефоном какие-то проблемы у меня что-то бухает вот и получается что в общем вижу как как будет все выглядит дальше это уже как говорится время покажет я теперь и не знаю как показывать если камера так перепрыгивает и искажает свет искажается поэтому я прям не знаю прям я не знаю сегодня я с утра отпарила отпаривала же салфетку и отпарила рукав рука у меня отвязан уже на длину на которую мне нужно вот и выписала сегодня пряжу в общем ходила по сайтам и маркер плейс и озон и балберис и везде ну как бы цена немножко дешевле чем в рукоделии сайт рукоделия есть у меня с доставкой вышла девятьсот шестьдесят три рубля по моему а так семьсот пятьдесят это получается что на двести с копейками да но там нужно покупать пять мотков одинаковых а один моток там больше 300 рублей стоит ну там что-то за двести и так далее ну и в общем я решила что ладно переплачу я уже эти 200 рублей выбрала разных расцветок приближенных к этой расцветочки которая у меня сейчас есть да вот такая замечательная кофточка у меня получается вот рукав показать там у меня лампа стоит ну в общем нет не могу показать но в общем рука все все я померила у меня все отлично ну и как всегда у меня такая горловинка ну последнее время по крайней мере я так делаю и вот как и как я уже вчера показывала в видео у меня получается что ну мне нравится как у меня выходит я не знаю может кого-то не устраивает конечно но каждый вяжет по-своему поэтому я здесь никому указывать или не собираюсь ничего так куда откладывать ну это скажем так мои текущие текущие мое вязание которое я вижу сейчас и я буквально недавно показывала вам видео но хочу вам показать еще вот у меня значит джемпер уже отвязаны подрезы как я говорю хотела вытачки здесь показательного мастер-классе как я вижу да мне просили но друзья мои здесь на канале оли куру новой такие подробные мастер-классы я уже поняла что я больше трачу время на мастер-классы их мало кто смотрит потому что ну уже этой информации очень много на других каналах я думаю что вот я лучше буду вам говорить кому пойти и посмотреть оли куру новой очень я еще зашла посмотрела специально перед тем как делать съемку у этого видео есть подробный мастер-класс как она там показывает она несколько видов по моему вытачек показывает так что проходите и смотрите она очень хорошо и подробно показывает это пряжа ярнарт baby cotton по моему так называется это пряжа вот и опять здесь у меня такая большая горловина но по факту она потом получится как вот это на мне я специально надела здесь вот здесь реглан аналогичный вот этому по этому же принципу я вижу вот эту кофточку только она у меня видите такой расцветки и из другой пряжи это из пряжи сказка у меня на мне мне в ней жарко потому что она там 250 метров 100 граммах а это 165 по моему 50 грамм 166 165 метров так да 165 метров вот так что мне нужно будет довязать и будет с коротким рукавом тоже это это тоже у меня с коротеньким рукавом кофточка но ходить буду только в межсезонье в этой кофте которая сейчас на мне ну джемпер кофточка футболка кто как называет каждый называет по-своему я из такой пряжи еще снимала мастер-класс и говорила о том что если у меня он получится с узором помните мастер-класс с узором я про это говорила он у меня благополучно загружен на youtube я его не открываю по той причине что никогда не вязала ранее ну зачем замыливать кому-то глаза и говорить того чего нет на самом деле и я всегда говорю правду раньше не вязала узоры сверху и чтобы вывязывать росток и этот раз значит получается у меня там идет раппорт узора по плечу и по переду там я два раппорта пускала да и получается что если предварительно не рассчитать как у тебя будет смещение этого узора при вывязывании ростка то узор смещается вперед представляете я хотела вырезать и посмотреть как это будет вообще можно в свет показывать или нет но что-то как-то засомневалась 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 потом решила переснять это все дело и заболела благополучно и все и это все как говорится на корню пропало вот но я планирую вернуться к этому делу и это вот второй вариант тот который я буду делать не делать а чем я буду заниматься значит если вы помните в прошлом году я начинала вязать из вот такой замечательной красивенной пряжи юли джемпер а потом переиграли на джемпер такой фиолетовый если вы помните да и у меня осталось вот это вот начатое изделие и вот я тоже решила думаю наверное нужно мне его определить где с какой стороны я буду вязать с изнанки или с лица потому что расчеты примерно одинаковые что у юли что у меня это тоже пряжа ярнар беби катон это подписчица мне присылала разных расцветок наверное штук пять если не больше я я вообще говорю я когда вспоминаю о том что люди мне вот так вот от чистого сердца или я не знаю ну в общем присылает мне подарки делать такие замечательные подарки у меня прям сразу теплая волна поднимается этот цвет 438 какой он красивый да такая зелень насыщенная мне кажется в природе такой зелени нет ну и я не могу сказать что камера сильно перевирает ну конечно вот этот цвет отблеск идет от лампы но вообще на самом деле нет видите что творится сразу подтемки вот вот и в общем я тоже планирую что-то вязать из этой пряжи красиво будет мне какая она красивая прям я не могу мне уже хочется все бросить и начать из нее вязать просто я не знаю мне конечно все хочется вязать где взять дополнительные руки где взять нет 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 у меня столько рук и что-то я как-то сейчас вообще очень мало вижу вот прям вы знаете какие-то дела какие-то движения у меня то 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 это и получается что не знаю как будто я топчусь на месте так что еще я планирую тоже те кто смотрит все мои видео те прекрасно знают что я по-моему прошлой весной до прошлой весной наверное я начала вязать жилет из дундаги да в таких домиках у меня не живут изделия ну мои те изделия которые я вяжу у меня их много я как-то по случаю купила и это у меня жилет вот такие такой тоже красивый здесь уже выведены проймы и их нужно просто подрез связать и дальше продолжать здесь будет обвязка вяжется по принципу японки вот ну я по крайней мере вяжу по принципу японки которая как у меня вот сразу видите вяжу обвязка у меня здесь вот вывела здесь как бы окантовочку на подрезы как я вот делаю у каких у кокетки ну вот когда кокетку вяжу да я там применяю вот немножко как бы чтобы что это как это ну пройма да и здесь потом она соединится ну в общем нужно мне прям кровь из носа довязать в этом сезоне и уже походить потому что на самом деле он мне очень нравится этот жилет задумка у меня неплохая скажу вам без ложной скромности спасибо Ирине тоже за пряжу я не знаю что бы я делала если бы люди мне не присылали такую замечательную пряжу у меня видите на голове черт копеечку искал потому что кумушка пока не может прийти меня подстричь и получается что я уже обросла как папуаз так помните пряжу гаремычную пряжу гаремычную пряжу где-то тут у меня была бумажка бумажка ой сейчас у меня тут все завалится так где ты я же тебя сюда положила специально чтобы найти потом и посмотреть и все куда-то она делась как ну что ж ладно здесь по-моему 15 процентов лен 15 процентов хлопок еще кто-то там 15 шелк что ли и еще чего-то не могу найти и все завалится я же говорю так сиди смирно бумажечка куда ж ты делась в общем не нашла бумажечку только ж ее сюда складывала и и не знаю и в общем если вы помните эпопею с тем что это пряжа очень классит здесь у меня вырезан росток я применила вот такой вот узор для того чтобы как-то ее выровнять ну и не знаю все равно у меня такое впечатление что даже при этом узоре у меня идет косина не знаю прям что мне делать не хочется связать а потом разочароваться и все это сложить в шкаф в общем даже не знаю что мне делать вот смотрите прям видно как это показать видите как косит видно вам вот и я в общем-то нашла подмот вот такой вот к этой пряже но он немножко отличается это роза ПНК имени Кирова вот и тоже ж не факт что она не будет косить в общем что-то мне нужно этот раз подумать потому что сама-то по себе пряжа супер замечательная она прелесть прелестная пряжу мне Галина с Казахстана присылала и есть еще у меня другой расцветки такой же состав вот и мне что-то надо с этим придумать так а я принесла не принесла не принесла в общем у меня есть еще такая расцветочка и я тут вязала с нее образцы вот связала и постирала в две нити и она все равно косит вот смотрите она помятая конечно ну прям видно что косина идет я не знаю как вам показать в общем косит видно вам или нет ну я в общем вижу что она косит и Галина мне прислала я все этикетки куда-то подевала вот что я за за такой человек я короче их убрала чтобы они у меня не выпадали в общем она прислала мне вот такую красоту крапушки эти и получается что опять забыла как называется ну в общем забыла есть тут что-то или нет вот как ее называют все же называли и я помнила хорошо помнила что и забыла так хорошо называется космос и ну здесь не написано насколько мне кажется это полиэстер да вот сейчас цвет приближен к натуральному да фотографии надо сделать представляете вспомнила шишибрики долго вспоминала да очень долго вспоминала шишибрики господи ира ира вот 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 такой получился у меня тоже образец он косит немножко ну вот если вы обратите внимание нижняя часть и верхняя косит но косит не так сильно как вот здесь вот здесь прям сильно уходит в бок он еще помятый плоховасто видно ну факт остается фактом это вот не складывается у меня дружбы с бобинной пряжей и получается что из-за этого я боюсь с нее вязать если допустим я знаю что из пряжи вот этой моточной она уже проверенная я знаю как в нее вязать и она знает что и не покраситься и не будет косить и никаких проблем с ней не будет то вот это вот как бы немножко меня напрягает у меня есть еще одна замечательная пряжа стопроцентный хлопок вот такой тоже красивый как предыдущие я показывала тоже зелень люблю я зелень и у меня ее в достаточном количестве разного варианта на самом деле я люблю всю пряжу спасибо господу что он сделал так что мне идут все цвета допустим вот мне не идут шапки вот то что нет так нет какие шапки я не вязала но не идут они мне и все то хоть ты караул кричи и все вот что бы я ни одела на свою голову только кроме как прическа и все но уже возраст не тот чтоб ходить с прическою ну и вот эту пряжу мне прям с Италии прислала Раиса прислала очень давно еще лет шесть назад и я все никак не свяжу но в прошлом году я уже отвязала вот такой образец даже сделала расчеты все у меня подготовка есть бери Ира начинай и вяжи и как бы я планирую в этом году начать и вязать пряжа супер тонкая очень тонкая как нитка вот но сколько я здесь сделала в три ниточки по моему да в три нити вот получается по толщине нормально будет как раз для нашей погоды и возможно я летнюю шедевру рожу еще одну такую круглой кокеткой кокетка это уже давно избитая я тоже такой кокеткой уже раньше вязала ну вот захотелось мне я пробовала другие варианты но лучше всего смотрится вот такой вариант на этой пряже и у меня в достаточном количестве ее я могу даже две разных связать а то и три потому что бобина-то огромная здесь наверное больше килограммов и еще плюс я от нее уже отмотала у меня еще вот такие моточки вот аж три штуки отмотана вот и в общем осталось только бери и вяжи ну вот друзья хотите верьте хотите нет вяжу все время я же все свободное время вяжу а свободного времени у меня много снимаю мастер-классы вяжу ну на самом деле вот за 8 лет ведение канала 15 марта у меня будет 8 лет как я веду канал то есть у нас сегодня 13 через два дня будет 8 лет то есть день рождения моему каналу и за это время у меня столько мастер-классов просто сегодня одна девушка залетная попала она прямо сказала что она зашла в первый раз на мой канал и она пишет ну вдогонку к тому комментарию который к тому видео где мы разговаривали про мясо она опять пишет что я попрошайничаю я говорю напишите мне на какой минуте где я попрошайничаю где в видео напишите мне на какой минуте я попрошайничаю она пишет а у вас карточка номер карты под видео представляете вот а я говорю а вы вообще заходили и смотрели этот вообще про смотрели какие видео у меня о чем я снимаю видео и так далее она говорит нет говорю а почему же вы сразу сделали такие выводы что если карточка у меня под видео она просто так что мне люди должны за красивые глаза что-то там заплатить и так далее я просто не знаю иногда логика людей убивает ладно в общем разговор сегодня не об этом в общем это маленькая толика того что я хочу связать немножко я еще продвинула прям совсем немножко там может рапорта два нет скорее всего что один я провязала продвигаю по чуть-чуть ну потому что сегодня полдня я посвятила уборке причем уборке такой вот не просто там не просто там славика запустите и полы помыть все везде чистенько у меня видите там все убрано в общем везде все мало того что здесь так я еще и шкафах все попереставляла опять вот я любительница это делать знаете есть специальные видео люди снимают молодые девушки в основном да которые показывают себя как они наводят порядки в шкафах там и везде там уборку делает складывает белье гладит и прочее я думаю вот если бы я была помоложе фигурка такая у меня была как у них да у меня то тоже в молодости красивая фигура была еще ого-го какая была вот и я бы собирала бы тоже такой же контент как они у них там просмотров море морное морное вот ну к сожалению возраст берет свое и адекватные мысли посещают так что вот такая красивая косыночка у меня вяжется с шишибриками тоже видите какие замечательные шишечки это пышные столбики и конечно их я не могу сказать что их тяжело вязать просто время затратно потому что здесь четыре столбика с накидом и через эти нет здесь просто дел делается как накид и вытягивается накид и вытягивается и потом все это через все протягивается столбики не вывязывается это пуф и что ли называет или нупы я я если честно не знаю не буду я не такой большой специалист в названиях но то что это вот красиво то красиво вот так что дорогие друзья я больше готовилась и пока готовилась запал у меня прошел мысли все у меня потерялись потому что я многое хотела чего рассказать но уже все поезд ушел еще ж у меня вот такая вот здесь лежит пряжа с нее тоже хотела в этом сезоне связать много чего хотела как вы знаете много у меня чего есть приедет дочь поговорю с ней она у меня хорошо похудела я уже рассказывала что она упорно занимается ей в сентябре будет 40 лет она вернулась в весе к тому моменту как она была до рождения Максимки вот и накачала себе мышцы и рыдает что у нее у нее же бедра да и этот везде худеет а бедра наоборот у нее увеличивается и оказалось она же мышцы-то качает и естественно все это уплотнилось все вот этот целлюлит или как это там ушло у нее лимфа разошлась там все прекрасно и все остальное прямо такая она сбитенькая нет вот этой апельсиновой или мандариновой корки на ногах и все остальное ну на два сантиметра в бедрах раздалась вот ну и говорит и что люди наоборот качаются чтобы там все это у них такое было аппетитное а ты рыдаешь ну все дорогие друзья такая сборная солянка обо всем понемножку и об вязании и о жизни и может для кого-то это пустое конечно кому-то может быть не нравится мне много всяких разных советов дают ну уж какая есть любите меня такой какая и есть желаю как всегда всем всего самого-самого наилучшего самое главное здоровье вам вашим ручкам вы знаете я же связала много салфеток и у меня стал мизинец болеть надо перерыв сделать как только довяжу вот эту вот скатерть которую я начала ну вот показывала в начале видео сделаю перерыв потому что может неудобно сижу может уже требует перерыва я не знаю но до этого все было прекрасно а теперь я прям ощущаю и даже вот вечером ложусь и чувствую как вот у меня в этом месте болит мизинчик ладно друзья до новых встреч до новых видео с вами была Ирина всех люблю пока-пока